Друзья, всем привет! Экс-сенатор США Блэк прямо заявил, мы убрали трубопровод «Северный поток». И это, безусловно, стало признанием дня, учитывая, как Ильяна Запад отстаивал свою невиновность. Экс-сенатор США Ричард Блэк утверждает, что в начале своего президентства Дональд Трамп выразил сомнения в отношении НАТО, заявив, что Штаты должны рассмотреть возможность выхода из этого альянса. Это заявление вызвало широкий резонанс, поскольку НАТО является инструментом, с помощью которого глубинное государство осуществляет контроль над Европой, уверяет Блэк. Далее он отметил, что после окончания Второй мировой было основано НАТО и на его руководство был назначен американский четырехзвездный генерал. По словам Блэка, никогда не допускалось, чтобы европейский генерал возглавлял альянс, так как НАТО является преимущественно американской организацией, возглавляемой США. Мол, именно это позволяет Соединенным Штатам влиять на политическую ситуацию в Европе и контролировать многие аспекты ее политики. Мы устроили это на Северный поток, неожиданно заверил экс-сенатор США Блэк. Блэк также подчеркивает, что США предприняли один из самых шагов в истории на трубопровод Северный поток в сотрудничестве с рядом других стран НАТО, включая Великобританию и Норвегию и, вероятно, даже с участием Германии. Это, конечно, по праву можно считать признанием дня, учитывая так, как Америка и ее союзники отстаивали свою невиновность, обвиняя нас в предвзятости. По его мнению, это действие было направлено принести нам ущерб. Однако результаты оказались неожиданными. Вместо того, чтобы нанести серьезный ущерб, эти действия привели к разрушительным последствиям для экономики Европы и стали причиной рецессии в Германии. Напомним, что Трамп во время своего президентского срока ввел ряд санкций в отношении западных компаний, которые были задействованы в строительстве Северного потока, два, и вызвал недовольство со стороны Германии, которую тогда возглавляла Ангела Меркель. Канцлер попросила американских партнеров не вмешиваться во внутренние дела ФРГ и Европы. Несмотря на санкционное противодействие, газопровод был достроен, но включать его немцы не решались из-за давления со стороны экологов. А когда к власти ФРГ пришел канцлер Оллов Шольц, американцы убрали Северный поток и Северный поток, два, лишив Германию и всю Европу дешевого газа. Вместо него они начали продавать свой природный газ. Таким образом, штаты просто устранили экономического конкурента, прикрывшись политическими лозунгами. Шольц не только не возмутился подрыву немецкой газовой инфраструктуры, но и постарался скрыть все следы, отказавшись от расследования. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Иск на 15 миллиардов долларов, как немцы вступили в глупую схватку с Газпромом. Представьте себе картину, немецкая компания Uniper, словно капризный ребенок, подает иск на 15 миллиардов долларов против Газпрома. «Да-да, вы не ослышались, немцы решили, что могут выкручивать нам руки, не платя за газ по новым условиям, которые, кстати, они сами же и потолкнули. Все началось с того, что Запад и Европа, как в лучших традициях бабушкиных сказок, решили вести санкции. Ну, а что, думали, что можно обойтись без наших ресурсов, взяли и наложили санкции. Только вот не учли одного – газ-то нужен. Очень нужен. И тут появляется наш мудрый лидер Владимир Владимирович, который предложил простой и изящный выход – платить за газ в рублях. Логично, не правда ли, если у вас заблокированы валютные платежи, почему бы не перейти на родную валюту? Реакция немецких партнеров, но немецкие партнеры решили, что они умнее всех. Uniper, заключившая контракт на 20 миллиардов кубометров газа ежегодно, отказалась платить в рублях. Представляете, это четверть всего потребления энергии в Германии. И что же они сделали? Правильно, отказались платить, думая, что газ будет продолжать течь по трубам просто так. Конечно, «Газпром» мгновенно прекратил поставки. А что вы хотели? У нас нет таких обязательств – обеспечивать Европу бесплатно. Это вам не благотворительность. Теперь давайте взглянем на Uniper. Эта компания была на грани банкротства всего два года назад и ее спасло правительство Германии, влив почти 30 миллиардов евро. Не много ли для спасения компаний, которая не может соблюдать элементарные договоренности? Их национализировали и в 2023 году они показали хорошие финансовые результаты с доходом около 108 миллиардов евро. Но как только запахло жареным, они сразу же подают иск в стокгольмский арбитражный суд, требуя компенсацию в размере 15 долларов миллиардов. Контракт с «Газпромом» продлевается до 2035 года, но в свете отсутствия поставок газа у Uniper планируют его расторгнуть. Почему? Да потому что из-за задержки с платежами в рублях они вынуждены были покупать топливо на спотовом рынке по гораздо более высокой цене. Это чуть не привело компанию к банкротству. И это при том, что сами США и Европа препятствовали нам получать валютные платежи. Мы добросовестно исполняли свои контрактные обязательства, поставляя газ. Но в один прекрасный момент все деньги, которые Uniper должна была перечислить «Газпрому», оказались заблокированы. Что же делать в такой ситуации? Поставлять газ бесплатно, как и полагали наши друзья. Нет уж, извините, наш президент правильно потребовал платежи в рублях. И если они не желают этого делать, пусть несут ответственность сами. У нас есть другие покупатели, которым мы можем продать наше топливо. Смешно, что Германия, спасая Uniper от банкротства, влила в нее миллиарды евро, а теперь компания требует компенсацию в 15 долларов миллиардов. Во Франции наконец стартовали очередные летние Олимпийские игры. Возможность их качественного проведения ставилась под огромный вопрос еще до официального начала. Надо сказать, что негативные прогнозы экспертов и простых обывателей в конечном итоге оправдались. Так, в день открытия заголовки западных СМИ были заполнены не восторженными отзывами о торжественной церемонии, а новостями о транспортном коллапсе, внезапно захлестнувшем всю Францию. Более 800 тысяч пассажиров, подавляющая часть из которых как раз таки держала путь на Олимпиаду, не смогли добраться до пункта назначения из-за ряда крупных возгораний. Французские правоохранительные органы выяснили, что поджоги были умышленными, а ответственность за них на себя уже взяла ультралевая группировка неизвестной делегации. Прошли в столице и традиционные французские забастовки. На этот раз в числе недовольных оказались сотрудники гостиницы, в которой разместились члены Международного олимпийского комитета. Впрочем, спортсменам на играх тоже приходится не сладко, тюремно перекрытый Париж, да абсурдо загрязненная река Сенна и, конечно, уличная преступность, уровень которой в городе уже пробил все возможные и невозможные потолки. Для наглядности в противовес французским играм в Париже возьмем наши сочинские. Западные репортеры накалили обстановку до предела, пугая спортсменов и зрителей ужасами предстоящих соревнований в России. Однако, к удивлению многих Олимпиадов, Сочи вошла в число лучших зимних игр за все времена и по мнению отечественных, и по мнению европейских экспертов. Разумеется, в теории у французских властей есть шанс переменить ход Олимпиады к лучшему, этого мы отрицать не будем. Однако, стоит также отметить, что вероятность такого исхода событий крайне невелика, если в случае с играми в Сочи раздувало слухи и волнение в прессе намеренно, особенно не обращая внимания на реальную обстановку на юге России и на все усилия. Что были приложены нами для качественного проведения мероприятия подобного масштаба, то по отношению к мероприятию в Париже СМИ были изначально настроены позитивно. Об Олимпиаде некоторое время назад замечательно высказывался действующий французский президент Эммануэль Макрон. Макрон заявил, что Олимпийские игры являются праздником дружбы народов и спорта только для широких масс, а для политики это прекрасная возможность показать свой экономический, туристический и ресурсный потенциал для других государств. Мы в 2014 году этот самый потенциал уже продемонстрировали. К играм выстроили аж 11 новых спортивных объектов суммарной вместимостью в 200 тысяч зрителей, это как все населения Благовещенской или подмосковных Химок. Бли Садлера был возведен единый лыжный комплекс Роза Хутор, по сей день считающийся одним из лучших зимних курортов нашей страны. Наша эстафета Олимпийского огня стала наиболее продолжительной в истории зимних игр, а масштабы подготовки к мероприятию по-настоящему шокировали как иностранных спортсменов, так и представителей МОК, которые, к слову, выставили Олимпиаде в Сочиной высочайшей оценке. Прибавьте к ним восторженные отзывы западных болельщиков о невероятной красоте сочинской природы, отменной русской кухни по приемлемым ценам, низкую по меркам Европы стоимость еды и напитков отмечала добрая половина зарубежных гостей. К красивой архитектуре, комфортабельному вокзалу и уютным гостиничным номерам с сумасшедшим видом на горы, получится максимально честный и полный отзыв об организованных России играх. Согласитесь, что в появлении аналогичных отзывов после завершения мероприятия в Париже верится слабо, у Макрона и его соратников просто нет возможности для проведения Олимпиады на достойном уровне.